Пауза была весьма скоротечной, мы возвращаемся даже раньше срока к вам, потому что нам, как и вам, уже не терпится узнать, кто же все-таки станет победителем 11 сезона Dota 2 CL. Virtus.pro или No Sorry? 1-1. И, по сути, возвращаемся к полноценной BO3, уже вместо BO5. И у нас обновление в студии аналитики. Ежик сменил здесь Лоста на его посту, так сказать, и сейчас будет выдавать... Подожди, Лост — это пожилой душитель, ты, получается, молодую душку будешь. Молодая душка? Молодая душка. Как это можно извернуть-то однако? Ладно, все, простите, пожалуйста. Молодая душечка. Молодая душечка. Ну что, начало раздрафта, собственно. Но, sorry, забирают себе Sky Maga для Йонда. Как правило, закрывать там каких-нибудь кастеров, типа Шторма, Эмбера и так далее, что уже неоднократно показывали. А здесь пока что начало с Драгонайт открыто. Ля какой. Наконец-то Драгонайт. Давно его не было. Да, кстати. Сегодня прям весь день его то банили, то просто не пикали как будто. Хотя в основном он действительно в зоне банов сидел. Ну, нормально. Нужно еще какую-то связочку с ним добрать. Какой-то гримстрок обычно вырисовывается неплохо. И Virtus.pro очень любит с гримстроком играть. Хакода. Мирана. Мирана, да, тоже классно. Тоже классно. Я согласен. Стрелу лучше забрать на свою сторону, чем она будет у оппонента. Встреча опасность есть. Они вдвойки в этой не особо работают. Ямич и Дэм. Они как-то на произвол судьбы периодически. Он постоит с ним чуть-чуть, хорошо поможет Дэму. И потом идет гулять. И у них все-таки четверка такая, она как бы более мощная. Не знаю, можно сейчас опять. Если он на бабке сейчас очень классно отыграл, можно бабку забирать. Можно Мирану забирать под него. Сразу делать оффлейн и не заморачиваться по поводу этого вопроса. Что она его бросает? Потому что Дэмчик, если у него на лайне все хорошо пойдет, опять же, при помощи этой четверочки он останется там. По третью пассивку будет стоять, напрягать Тавр. Если на него будет огромное количество народу стягиваться, другие линии и зоны, опять же, на карте будут освобождаться под фарм Рамзеса и ГПК. Ну вот задумались, задумались как раз Virtus.pro над своим вторым драфтом. И это Snapfire вновь. Хорошо отыграл на бабке, почему бы не взять бабку опять же. Линия готова, все, не заморачиваемся. Дальше думаем и смотрим на пике фонента. Ну и против Sky Maga тоже неплохо, на самом деле, выглядит по игре. Спасать от Mystic Flayer с печенькой. Storm Spirit на второй пик сразу же у NoSori. Тоже хорошее решение, на самом деле, учитывая, что Snapfire легко цепляет довольно, да и против ДК, Storm Spirit себя обычно по драке неплохо чувствует. Забанят ли Эмбера? Наконец-то они взяли его себе. Вот, наконец-то. Да-да-да. Поиграть, потому что... Мощный шторм, мощный шторм. Нет, к шторму вопросов пока что нет. Да, есть контроль, но все это решается, опять же, покупкой Blacking Bar. Вопрос только в том, будут ли они реально банить в рамках противостояния 1-1 на линии какого-то Эмбера. Потому что ГПК... Ну, ГПК огромный, конечно, полперсонажа, но Эмбер тоже невероятно мобильный, и с ним-то что делать? Он тоже соберет себе Blacking Bar, и его тоже не будет нечем пока что здесь ловить. Поэтому, возможно, от него просто избавиться. Да, от Эмбера проще избавиться, нежели... Пак, кстати, Пак. Пак в первую очередь. Точно, Пак в первую очередь. Я как-то и забыл про этого парня, все верно. Пак, да, неплохо работает против... Пока ты идешь до этого Blacking Bar, он тебе всю жизнь испортит. Это правда, это правда. Да и против Скаймага тоже не... Хотя, как раз против Скаймага Пак неплохо себя чувствует. Точнее, наоборот, Скаймаг против Пака неплохо себя чувствует тем, что он может постоянно Сайленс накидывать какую-то Паку. Паку тяжело, вот это все. Мы это просто много раз видели уже, как Пак страдает от Скаймагов. И как раз связка Скаймага Шторм Спирит Пака и выносила. Но здесь немножко другая ситуация. Здесь NoSori против Virtus.pro. Все-таки Virtus.pro-то, я думаю, не будут так сильно подставляться под всякие Сайленсы, постоянные Эншин Силы и подобные нападения. Тем более ГПК. Я бы не был настолько уверен. Все может быть. Может быть, все, да. Virtus.pro.pro могут вернуться, опять же, к тем стратегиям, которые мне показывали на третьей карте против NoSori. Опять же, мы не забываем. Vr-очки, котлы, ликаны. И вот пошли-поехали. Пока здесь, да, это не факт, что будет, но под ДК уже что-то можно такое придумать. Какой-то жесткий пуш организовать. Но, опять же, да, ликана не хочет стоять на какие-то другие позиции, нежели на третью. Ну, ждем пока что. У нас Underlord, Death Prophet снова и... Следующий бан в Virtus.pro, и потом уже пойдут в пике. Марс забанили на всякий случай, в том числе. Абадон. Отличный герой, кстати. Это сейв. Да, сейв. Под какого-то хардкерри можно сыграть. Да, да, Абадон здесь классно смотрится. Я вообще очень давно жду Абадона, на самом деле, потому что Абадон как-то вот он редко пикается, но герой-то сам по себе очень классный. То есть это и единственная, может быть, какая-то просадка на линии, да, она иногда происходит у Абадона, откровенно говоря, но по игре Абадон... Ну, просадка, опять же, в каком плане? Если его забирают от ВК рефармить, то это вполне себе разумная жертва и нормальный размин. Ну, если так, то да. То есть, типа, ну, это его единственная задача, чем он должен заниматься на линии. Спасать тебя, давать тебе щит и развлекать дабло вражескую, собственно. Даже иногда жертвуя собой. Все во имя фарма Кэри. Так что все нормально. Ну, и нужен какой-то ответ против Абадона. Против Абадона именно, или же просто забрать себе линию готовую, но ссори. Ну, кстати, надо бы забрать себе линию, да, под Ская. Словно. Ну, не зря же сейчас по оффлайнерам прошлись. Ну, что у нас осталось из такого очевидного? Джамм-минералку нашел. Чего? Джамм-минералку нашел. Как этот чат... Вам не угодишь. Не угодишь. Не угодишь. Поэтому домой. Да, все, возвращаемся обратно. Джаггернал, кстати, появляется. Сразу же на позицию Кора. Против ДК хорошо. Да, но непонятно, кто в пару саппорта пока что к нему пойдет. Любой, кто имеет хоть какой-то микродизейбл. Уже будет неплохо. Ну, Джаггеру трудно ставить, опять же, против бабки на линии, потому что ты начинаешь крутиться, печенька, все, герой от тебя ушел. Ты много с Блатюри не нанес. Хондайинг как раз не имеет какого-то вот подстана. Ну, он нюкает неплохо в рамках линии. Опять же, у тебя два силовика будет стоять, скорее всего, и против них Хондайинг смотрится хорошо. Где-то мы сегодня это видели. Ну, да. Ну, Сори играли этим лайнапом, но товарищ ACQ очень жестко упарывался в этого Джаггернаута. Они все в него давали. И, соответственно, Хилинг Варт, Сол Рип, Стики и Джаггернаут фулл ХП просто на тебя едет. И ты ничего не можешь сделать. Я думаю, как бы, в Virtus.pro ребята на оффлайне поопытнее стоят, и они вот такой фигней заниматься не будут. Если будешь убивать, убивай халяву на Анденге. А на Джаггернаута не надо так ругать. У нас появляется лишь шаг по итогу на центральную линию, судя по всему, для ГПК. Очень хорошее усиление в плане пуша. Не сказать, что он прямо жестко здесь разваливает кого-то конкретно, потому что, ну, нет иллюзионистов, да, нет много самонов и прочего, но просто в целом очень много магического урона имеет в своем запасе, и этим поможет. Ну и остается забрать Virtus.pro последнего героя только теперь для Рамзеса. Желательно, наверное, тоже с Дизейбом каким-то, потому что, ну, и Станов, по сути, только пока что, ну, хорошего контроля, имею в виду Dragon Knight, который будет с блинком врываться первым, и все. В этот стан только потом смогут продолжать как-то Лишак и Стэндфайр. Ну, Virtus.pro таки, знаешь, рисковых ребят берут. Опять же, это под пуш неплохой, опять же, под Абадон, Лишак идет, ДК ломает, это все как работает, но Лишачок... Шторм Спирит со Скайм могут переехать Лишака. Могут переехать. Ловить его постоянно на каких-то сплитах, на передвижениях. Поэтому Абадон должен всегда находиться рядом. Афотик, и все, он скинул. Вортекс скинул, Сайлент скинул, Лишак себя комфортно чувствует. Могут против Вортекса самое главное. Но как Шторм доберется до Аганима, он будет стягивать всех, и там Абадон будет некомфортно себя чувствовать уже. Ну что, последний бан, Virtus.pro. Нужно забанить уфлейнера неприятного. Забанить неприятного уфлейнера? Тут столько уфлейнеров уже перебанено. Бесмастеров, Вандерлор, Марстакс. Ну, это же не все уфлейнеры в доте, которые существуют. Это правда, это правда. Какой офлейнер, в принципе, еще в ВП может помешать? А, Сэн Кинг, кстати, остался, да. С дизейблом, наверное, в первую очередь, какой-то хотелось бы. Какой же герой это будет? Может быть, Кентавр? Наверное, Андерлорд. Андерлорд в бане. В бане забанили. Кентавр какой-нибудь, я не знаю, условно. Им нужно под Скай персонажем. Ну, либо да, либо с дизейблом. Слардар. Кстати. Слардар, он, опять же, он неплох, но там Абадон, да, который тоже, опять же, это все снимает. Все равно тебе нужна фиксация, потому что тофлейн со Скайом должны бегать. Они бегать, должны убивать, под шторма, опять же, вот это все, у них должно быть активно. Если там будет пассивный парень без стана, то Скай не сможет кустануть свои заклинания. Поэтому обязательно нужен какой-то... Ну, Слардар. Слардар неплохо. Лассьеру неплохо, у него сигнатурка Слардар, он на нем много отыграл. Что-то, ну, все практически эти ребята уже забанены. Тайтхантера можно попробовать к 100. Мне просто Слардар еще нравится на линии против Абадона, ты стоишь и тыкаешь его башем. Вообще не боишься, да. То есть это круто, это крутое решение было бы. Но там заедет дровка, если будет Слардар. И уже будет... Ну, да, не самая комфортная история получится. Но, с другой стороны, опять же, ты, если вдруг Рабзес как-то ошибется, а такое может быть, займет неправильную позиционку, ты на Слардаре его переедешь просто. Это тоже нужно помнить. Ну, призадумались плотно, но, сори, насчет своего последнего пика. Честно говоря. Ну, мы сейчас узнаем, тут уже нет смысла гадать, меньше 10 секунд осталось. Снерлорд в бане, Марс в бане, Акс в бане, Силкинг в бане. Это Слардар, а нам дровка. Может быть нет, может что-то другой появится. Зачем? Под Абадона. Кайф, дровкой. Ну, пипю. Пипю. Посмотрим сейчас. На первый пипю, ну, на прошлый пипю не получится. Макала, смотри, антимага не хочешь брать. Его... А что он будет делать против Стардара на линии? Стардар без маны будет, но... Нужен оранжевик, который... Ну, вообще, да. Соответственно, Медуза, она априори в бане, да, у тебя на первую стадию. А Милишник тоже никакой не работает, типа там Фантомки. Ну, задают, опять же. Хотя Фантомочку можно вот еще. Ну, вот ВК, вот такой вот Милишник. Ну... Это пуш, опять же. Короче, я, может быть, сторонник какого-то вселенского заговора, ну, такое ощущение, что у ВП все серии строятся по одному сценарию. На первой они играют очень слабо, на второй они просыпаются, на третьей просто начинают невероятно душить. И просто выбирая стратегию жесткой игры первым номером и плюс пуша. Ты просто посмотри, Драгонайт вышки ломает, ГПК с Диаболиками все ломает, скелеты Рамзеса тоже будут все ломать, плюс это все дело подсейвается Хакодой и усиляем немножко дэмэджем, ну, в драках от Ямича того же. Мне опять Нусори нравится. Мне тоже больше Нусори нравится здесь. Хотя они мне и на прошлой карте нравились больше. Опять же, да, вот по артефактам чуть не доехали. По линиям... Ну, прям мощный драфт. По линиям, по драке. Ну, ну, Ссори, интереснее смотрится. По обжективам. Знаете, а я смотрю на драфт Virtus.pro и мне так просто все. У них так на все столько примитивно, что просто не нужно даже ничего придумывать. По поводу простоты я так к Дмитру Сергеевичу. Ну, Дмитрий Сергеевичу тоже будет. Ладно, что по вашим личным предиктам? Однозначно 2.0. Я тебе... Ну, точнее, 2.1. 2.1 в пользу Нусори. У меня опять Нусори нравится. Хорошо. Нусори. То же самое. Я буду в оппозиции. Я буду все-таки за ВП потапливать. Посмотрим, за кого потапливают наши друзья из Винлайн. 1.2 на Virtus.pro, 3.6 на Нусори. Также, кстати, не забывайте кликать по баннеру по трансляции и получайте фрибет до 10 тысяч рублей. Вот. И используйте их с умом. А мы будем ждать начала второй карты. Она, кстати, уже стартует прямо сейчас. И у нас происходит смена аналитиков и комментаторов. К нам на слот комментаторов приходят уважаемые люди. Майл Шторм и Лайт оф Хэвен. Вот это будет сейчас карта. Прямо в нот в уши. Короче, по поводу сценария. Уже давно мы говорим Марку Авербухну. Напиши новый сценарий уже. Все играют по одному. Все его уже выучили. Давай. Но сценарий остается прежним. Но вообще действительно, довольно-таки забавно, что ВП у нас раз за разом начинают с такого, с долгого разгона. Причем эту серию они даже начали с залитой карты. 1-1. Что по драфту? Давай сейчас присмотримся. Присмотримся пока? Да, хорошенечек. Абадон прекрасен. Я вижу прямо в ВП какой-то супер классический драфт. Приятный, хороший кэрри, сильный мидер для ГПК, оффлейнер. Немножко может быть жидноват. Я вижу, что Абадон прекрасен в этом драфте. Потому что он будет рад, чтобы Джаггер по нему попрыгивал. И Эншин Сил мы снимаем. И Форставчик собираем, кстати. И Коррозив Хейт. Вообще Абадон, он в Солянова напрягает весь драфт. Хороший кэрри. Вообще весь, да. При этом мне очень нравится, что как ВП, они вышки ломают. Смотришь на этот дэмэдж. Смотришь на скелетиков. Диаболик. Они все ломают вышки, кстати. У них все пять героев. Да, да. Абадон, бабка могут. Есть модификаторы хорошие. ДК. Лишерак. И поэтому пару выигранных замесов. Это сразу минус 1-2 тавара. Моментальный минус Рошан. Следовательно, у меня у драфта ВП прямо в этой игре... В общем, с каждым разом драфт ВП нравится все больше и больше. Они развиваются. Хорошо, что они делают это по ходу серии. Они регрессируют, осталось только игру хорошую добавить. Потому что в первой этой игре у них тоже был интересный драфт, но прям вообще не пошло. Это вот как ходили про спеи, это история на мейджер, на который они сейчас ездили. Там история была такая, что вот они когда ехали на мейджер, у них там было мало чего заготовлено. Они, ну, такие, приедем на скилухи, возможно, потащим. Не потащили, да, потому что многие команды, наоборот, были готовы ко всему этому. Похоко, да. Ну-ка, добейте еще тысячку. Стики. Он же. Он же. И в результате, вот, когда обычно происходит, когда ты приходишь на турнир, ты сначала пикаешь полную дичь, лютую. Потом что-то, ой, мужики, какие-то герои, не о чем, давайте возьмем у меня ничего-нибудь понормально. И вот так вот с каждым разом ты лучше, лучше, лучше начинаешь играть вот это что-то, что сейчас хватает. Скоро, как щит взорвался по кулдауну, и еще Хакода на себя один накинула, прям раздал много урона. Да, ВП потихоньку, потихоньку. Слушай, ну, у них первые игры. И плюс ко всему, им не нужно прям вкатываться было на D20L. Все же мы понимаем, что им нужно будет как раз прям на пике подойти к DPC, как раз по завершению D20L. Ну, для них первая игра, это была как разминка для спортсменов. Там, поприседать, там, еще что-то. Пустой гриф. Я просто, что кроме приседать. Пожать пустой гриф. Правильно, да, ты лучше меня в этом разбираешься. Потом. И еще у них такой большой плюс, что они-то пока свеженькие все еще. А вот на Уссоре для них это уже пятый матч. И как мы видели на D20L, вот команда, которая проходит с лозеров, и с каждым разом играть все сложнее и сложнее и сложнее. Поэтому тут пока, на мой взгляд, с каждым разом все больше и больше преимущества на стороне для пустого. Ну, пока что неплохое начало. Лешрак начинает бодро против Шторма. К слову, линия вообще очень приятная. Лешрак против Шторма. Из-за молний, из-за стана Шторму бывает тяжеловато подходить к репам. Но, в принципе, ничего критичного нет. На нижней линии ДК с Джаггером тоже вровень. Сверху немножко Слардар вырвался относительно ВК. Но пока все минорно. Да, ну, где-то там к четвертому, к пятому левелу в Рискингу определенно нужно будет валить. Так как Скайр Асмак, ну, он рано или поздно Абадона передавит. Он там постоянно тачковывает, постоянно убегает. И еще спамит голубями. И Абадона ресурс в один момент заканчивается. Свердка, на самом деле, очень неприятный герой. Вообще почти пришел бы у Милишника из-за баша. Он там баш настакивает, а постоянно разряжает. Вот, поэтому Рискинг у нас рано или поздно идет в лес. А вот здесь вот Джиггернаута, скорее всего, такого не произойдет. Потому что у Джиггернаута у нас крепыш. На линии он стоит довольно-таки хорошо, особенно с Нандаймом, который его довольно-таки круто секьюрит. Поэтому здесь у Джиггернаута есть определенное преимущество. Но вот сейчас хорошо. Очень хорошо сделали ВП, прожали Глиф и... На Соло! Соло! О, пошли типа... Рамыла забирают в шторман. Да, это... Когда я говорил, что шторму тяжеловато, я не имел в виду, конечно, что настолько. Но, да, шанс против Лешака есть отлететь. Опять же, молния замедляет. Санчик, очень много урона. Ты это видел, да? Это вот... Что это было? Давила Баддона, что ли? Ну, да-да-да, я... Пытаюсь, знаешь, увидеть причину. Ресурс перезарядил. И Рамзес, видимо, тоже. Рамзес, хотя под вышки разменивается. Он, правда, падает, потому что Баддона на линии нет. Но это сейчас было странно с обеих сторон. И с стороны Баддона, и с стороны Рискинга. Вот это... Непонятность. То есть, что они в этот момент делали? О чем они думали в этот момент? В этот момент, потому что... А они, видимо, там... Третья игра, Карл. Третья игра. Они бежали отбивать Питюнингу, ПК. Вот такую дичь мы уже видим на третьей игре. На третьей карте от ВП он еще потенциально груди. Вот так вот, пожалуйста, не надо. Кстати говоря, тут у вас с Кирой могут быть проблемы, но он решил станчик не давать, Рамзес. А можно было бы зарядить? Мне нравится, в чатике классно пишут. Только если скиллы не сработают, ВП выиграет. Ну вот сейчас мы видим, что еще вот так вот, если ВП будут фидить, то тоже. То, в принципе, и скиллы не понадобятся. Скиллы не понадобятся. Просто руками забьют. Не, ну на самом деле, на верхней линии, конечно, не очень приятно, но ВК-то все равно идет в лес, там будет фармить на миде. То, что случилось, гораздо более критично. Соло-кил для АП-ОП-У. Здесь Ширак тут на развороте пошел. Не надо в подвышку лезть. Не, он пошел, он пошел прямо в подвышку. Не, 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 он рано получил. Зря. Он почти, конечно, завалил одного-второго, да, но это крайне сложно сделать. Но, в целом, Скайросмак большой молодец, что пришел на центр, потому что здесь, ну, что он сто процентов падает на пятом левеле, если Лешак шестой. Он просто набегает на него с пульсом. И там даже ремки-болны. Из-за того, что Скайросмак перетянулся в центр у Рейскинга про пространство на легкой линии, он является довольно-таки большой, он начинает темного лучше фармить. И Скайросмак еще долгое время не вернется, потому что он сделал ТП, бежит без топога пешком домой, сейчас он пешком бежит обратно наверх. Ну, это вот, получается, ГПК как раз вносят импакт, скажем так, не только килл, но еще и вот такая перетяжка. Ничего себе он по Нетворцу 2800 против 2000 шторма. Фирсблат. Да, это Фирсблат, и потом вот то, что он сейчас бегает, фармит, еще и Шторм сам вынужден, из-за того, что Лешак его пробил, перезаряжать ресурсы на фонтане. И Скайросмак поражал смок, чтобы вернуться на центр и, может быть, тут помочь забрать руну, но уже Бадон на позиции. Уже и фласочку дают ГПК, понимают, что мидеру нужно немножко помочь. И руну главное забрать. Ой-ой-ой. И шестой! Пытается получить шестой. Получает шестой. Да, это было близко. Очень хорошо сыграл Манник, что именно пошел крипов лупить. Вот, кстати, был бы фортификейшн, сейчас можно было поймать. ГПК забирает инвиз, здесь за Хакода и дайвить не очень хотят. Летит снэпфайр и контратака какая-то, дробовик по двум героям. Щиток на себя накидывает Абадон. Забирать его неприятно. Сейчас щит взорвется. В итоге Хакода просаживает по ресурсам. Хорошо, он просадил по ресурсам. В этот момент Лешак забрал инвиз, пошел там, профармил лес. Есть 3200 Нетворс, у Шторма 2200 Нетворс, тысяча между ними уже. Да, и самое ключевое то, что все это время Шторм конкретно бегает и разменивается с бабкой Абадоном, что существенно бьет по его темпу. Фарму, если вот присмотреться по Нетворсу, у него пока большие проблемы. И по левелу, и по денежкам. И у Лешака сейчас все карты на руках. Да, очень много. И Слардар тоже там один остался против ВК. ВК уже его обгоняет. ВК уже в лесу он качается. Он пошел в шмотки 20 минут. И у Диэма Нетворс больше, чем у Джаггера. Он тут шикует. Но он видимо взял себе пассивку, как всегда, и все, Джаггера не пробьет. И доволен. Ну да, даже не в третью, а вторую пассивку не дает. Давай, хорошо. Вот это вот неприятная штука. Три Диная из четырех. Да, да, да. Вот по таким моментам Джаггер наутом зачастую надо Блэйдфюри нажимать. Потому что, понятное дело, что ты какая-то не убьешь. Но Блэйдфюри нажмется просто, чтобы у тебя крипов не динали. Так как, ну, много денег Диэма. Да. Больше 75%, учитывая, что рейнджаун тоже под Диная. Так, Ласт Хиро тут. Хакода. Может погибнуть. Ну, соло. Соло для Ласт Хиро. Да, без шестого, конечно. Так, Dream. Умни слэш? Не может дать умни слэш, потому что ГПК находится под крипами, но здесь Данила переагрессировал. Ну, вот ВПфи до ноль. А здесь еще и Ласт Хиро забирает. Да, и вот ВПфи до ноль везде. Где только можно. Я так понимаю, ВП не начинают. Игры меньше чем там с 9-1 для врага. Сегодня, да? В нынешнее время. Сегодня, да. Сегодня как-то не очень. В итоге заливает Лешерак, заливает Абадон, следом заливает ВК. Теперь они уже втроем. Дем последний оплот стабильности. Но, кстати, при всем при этом они еще впереди по золоту. Да. Ну, это за счет того, что Лешерак просто лучше оставил центр. Вот. Но Шторм уже камбэкает. Шторм фраг сделал. Оп, уже топ-4. Потихонечку догоняет Лешерака. Сейчас, может быть, еще где-то фраг сделает. Лешерак появляется в центре. Он моментально прогоняет Шторма. И поэтому Шторму нужно срочно уважать. Ой-ой-ой-ой. Он заставил прожать урон, кстати. Он прям заставил прожать урон. Да. Так. Грим. Пошел наверх. Все, Дакай здесь сейчас будет плевать. Вышку. Периодически. Ну, да. Нормальная тема. Как же больно манику. Он уже весь боттл выпил. На хосте бегает. Но даже на хосте Лешерак его очень сильно обижает. У него сейчас косяк. Вот он не сбегал домой на хосте. Из-за этого он стоит без хп и без маны. И он вроде бы хочет что-то сделать полезное. Но единственное, что полезное он делает, это забирает фарм. Хотя его бы спокойно забрал скорее смак. Вот теперь ему сейчас перефилит боттл. Вот еще один герой ему перетягивается на центр. Да, чтобы помочь шторму. И пока, ну, Сори так много делают для шторма. То есть регулярно скорее смак бегает, охраняет центр. И еще один сап приходит на центр, чтобы он фишеру смог. Где он тем временем в Соло забирает Тавр? Еще без каких-либо проблем. Под форму забрал. Фортификейшн, кстати говоря. И с Диаболиком. Так, ГПК. Получает контратаку. Но тут же кидается щит. Но щита не хватает против четырех героев. Опять ГПК здесь задавил. Надеялся на Хакоду, но Хакода-то не всесилен. Еще Хакода сейчас тоже умрет. Хакода тоже не необходимая. У него все больше денег. Четыре триста он, кстати, догнал Лешака. Он поймал, поймал ту самую волну. Да, на селедке иметь такой же Нетворс, как на Лешаке, это хорошее достижение. Ну, Лешак явно недоволен. Он все это время был топ-1 Нетворс. Его убивают. И сейчас такая ситуация, что ему крайне сложно давить ТВРа в Соло. Как бы Абадон есть, да, он типа его стрейвит. Но там такое количество станов противника, что этого недостаточно. Станов в замедлении, Шторм задавит еще сильнее, еще и еще, и просто не отпускает. И поэтому ГПК нужно хотя бы ДМа с тобой звать, чтобы они вместе это делали, потому что без ДМа видно, как... А вот и ДМа? Ну, вот там, в принципе, и Станчик. Станчик, оп. О, Лешак успел пульс снова нажать, ДМ чуть не развалился. Здесь нужно срочно его спасать, но в итоге он разваливается. Попытка забрать Дримакс. Стан как в молоко пошел, он не слэш, но он не слэш частично по крипам, частично по Абадону. В итоге погибает первый, погибают, они продавили, ничего себе. Лешак идет дальше, Йонда тоже. И даже без Рамзеса, Virtus.pro здесь вчетвером забирают четверых. Трипл келл для ГПК, с ума сойти. Ну вот, видишь. А Fight Recup, Fight Recup дайте посмотреть. Да, он там Лешин дамажил, как это. Две пятьсот, он чуть ли не соло всех убил, но бабка, по-моему. Ну вот с ДК, видишь, как просто ДК ворвался, принял на себя все. На самом деле, большая часть дэмэджа, которые нанес Лешак, это как раз благодаря тому, что Драгонайт впитал. Впитался вообще весь дэмэдж, который только был ОП. И благодаря Драгонайту Леширак вот так вот хорошо себя чувствует. Если бы не будет Драгонайт, он бы еще раз умер, и там уже закончился сном был. Вот, и в целом, если вот так вот ВПи сейчас будут делать из раза в раз, но в Соре очень трудно отбиваться. Но в Соре пик такой, что им нужно очень много времени, чтобы все герои раскачались. Им надо там ВКБшечки купить, как минимум, потому что Леширак делает намного больше демо. Ой, там нападение, нападение еще на Штармат. Ну, Штармат здесь не заберут, ничего себе, ГПК продолжает. Он недалековато ли зашел? Ну, ультбабки нужны для таких заходов. А, подня... Еул, и сейчас нас тан поймают, еще продолжение контроля не хватает, не хватает. Уже бабка в итоге сбивает Тамбу, получает 125 золота, но погибает. Да, нужна бабка с ультой. Станчик Леширака хорошо, но нужно кому-то продолжить на си демо. Либо там бабка с ультой, либо ДК, чтобы он просто поддержал героя на месте подольше. лешие 700 монет за драку заработал преимущество над с лордаром они же вровень шли правда сейчас ему приходится вернуться для того чтобы пополнить ресурсы blink появляется у дема рамзес все это время фармит ну оно и понятно ему нужно поднимать свои слоты и вот такая ситуация сейчас что вот по одному побегать не хочется так как он историю очень хороши герои в гамме шторм плюс к убивают почти любого цент коэффициенты на карту вот наших друзей в онлайн 110 virtus pro 500 но уссори не забывайте про баннер по трансляции переходите регистрируйтесь получаете до 10000 рублей фри бетов да в общем вот такой расход что не очень хочется бегать по одному просто потому что но ссоре очень хорошо гангует героев там след к плюс к 1 smack это стопроцентный минус шторм плюс к 1 smack это стопроцентный минус и соответственно если они будут бегать по одному их очень легко ловить при этом у вертусов таких взрывных суппортов маловато поэтому как с карас маг поэтому желательно вот им просто бегать четвером неважно куда и бежать бежать все бежать на месте но уссоре вообще ни в коем случае не разворачиваться и стадут одного героя это вообще лучший расклад который только мог бы быть они сделали еще лучше они все выжили на пик поле sky 1 см очень быстро и он смог оторваться довольно легко спорно раздельно время сметать работает но он сейчас увидит уйдет просто вар да 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 и ноуссоре они понимают они понимают что сейчас лишь раком медела не хочется при этом драки 5 на 5 тоже пока для них закрыты и они вот так вот аккуратненько кайтит отмечу что он до бешеной реакциям успел дать саленс драга на эту это вот сейчас спасло ему жизнь ульта бабки нет нет формы дк может быть и стоит попробовать ой ну зачем там бою такая задача если продолжение будет там байта был бы но альна будет летают лишь рака но что-то как-то лишь ок 1 2 час сожжет вот паса этого да хорошее продолжение естественно это не желал продолжение которое не то что мы увидели да вот еще еще буквально доли секунды шторм бы там лопался так конечно тамбо это лишний подфит но видимо рассчитывал на то что шторм успеет помочь и как-то они запилят так аста какая хорошая руна есть и уловить и выл есть как же сейчас лишь как разваливает по двое с одной стороны штору вот он дает ремонт и тычку и ремонт суда ну там просто сушки какие-то тычки а с другой стороны леший дамажим диаболиками пусть новый регулярно кидаем молнии еще сверху закидываем стан и вот конкретно сейчас драки 5 на 5 сейчас было видно что что ворвался лишь как его опустил дала хп там буквально за пару секунд но еще и лишь аксим 500 а шторм 4 800 все-таки до фарм сказывается серьезно я понимаю что сейчас шторм вот эти вот нули бака башка завязывать им нужно завязывать с этими врывами потому что сейчас прям на лицо что он страдает из-за не до фарма маленький левел маленькое количество денег ему желательно захалдиться и просто где-то попарку вот где-то там бегает сетка в лесу вот ее спидаться было бы здорово выгнать но она хотя бы свои шмотки за счет и даст рано или поздно получит вот блинку не уже есть и поэтому теперь селедки нужно где-то найти фарм максимально далеких точках карты чтобы оставить весь фарм штормой тогда возможно когда шторм появится бкб он будет полезен драки бабка бабка здесь кстати не одна подходит лишь раз подходит все вообще и на варде все видно смело и смело но она видится на варде там варда на фронтлей нет надо валить валить не надо но ссоре отдавать вам за заходят нужно бежать про это стоят вот они увидели уже бабку они видят как перемещаются все в их лес но большая часть игроков виртуз про они никого не видят сверху никого не находятся в центре вообще ничего не видно поэтому сейчас на месте но ссоре лучше не рисковать просто уйти на свой треугольник и не показываться сбивают центре но от сервер стоит они прям хотят кого-то но они хотят принять они будут на варде видит вроде бы да если абадон будет далеко то есть шанс тереза мистик флэр тут все весь вопрос том как абадон сыграем 3000 тем временем уже завопа абадон играет аккуратненько вот он бегает рядышком с лешерком с бабулей что-то поставить 1 2 любой момент и но ссоре не везду они ждут ошибки от абадона таки с бэфчиком как я и говорил еще в начале игры абадон закрывает очень много героев нормально пофармил с кайфом да в общем абадон закрывается очень многих героев поэтому здесь каким-то образом на уссоре нужно вот этот вопрос решать либо например давать ему салинс стараться флорду застанет двоих если абадон бегать рядышком то есть что-то с абадоном в этой игре нужно сделать потому что приходит от игре от абадона у нас вообще не шанс первыми 20 смотри-ка на твоему это очень надо это безумие слышали это пошли бить рошана и меня его заберут стать потому что вбф саги общем то вопа не читают этот момент об оторозе в кейс и тамбур ашан падает очень быстро с лордара они уже поняли вот они уже там ты пачки 2 хороший момент хороший много золота x вы получили сопернику не отдали рошана момент классный но преимущество все равно довольно серьезный лопа и шторм прям не готов все еще лишать 9000 гигантский надо дофармить бкб наверное и ну в п прям решают что что аегис у соперника их не остановит что нужно идти а снизу тем временем шторма ловит рамзес если он ему прописал минус пол столба скрида даже стан не стал давать ну дезолятор сильный физический дэмэдж сверху увидели блэк архангела но хотят не его взять а кого-то другого создать надо пройти дальше можно и его вот баунти конечно не очень хочется отдавать да у за баунти надо разваливать но опять же смогла дёрку слабенько получается да dream ему надо делать тп дрем делает тп сбить его ничем спокойно уходит можно продолжать фармить у меня слэш спор откатят но торопиться некуда бф на фарм манта это такой полубоевой артефакт и дальше какой-то свой скади выходить или во что там джаггернаут обычно сейчас выходит снизу в к вместе с ним лишь рак какая огонь связка мы кстати шторма могут поймать убить о да напомню он только что здесь его вот рамза ходил проверял на прочность easy kill для гпк еще 3 план перехват селедку не они стали цеплять селедку дк ждет здесь тиммейтов в принципе дожидаются и где прям так не стесняется прожимать форму можно ей пофармить пока шарда нет шарда кстати говоря уже есть можно подпушить можно подпушить хотя бы пару выстрелов сделать по тавру тир-2 но на я давай я на то что айгису джаггернаута в п сейчас очень сильная вот они играют поосторонно и довольствуются тем что перефармливают там где-то на одну тысячу потом еще одну одну тысячу потихонечку забирают но естественно самый такой пиковый момент будет когда в п заберу второго рошана и с айгисом пойдут ну что-то не сразу на т3 вообще одна хорошая драка для вп ты делаешь например минус 5 и там мгновенно сносится вся база вот таким драфтом уж слишком много дэмэджа у все герои до моментальный модификатор бишни четыре удара сделает абадон все ускоряются при этом снепка снижает броню дк своим кислотным дыханием выжигает вк дизолятором скелетами работает 0 шаг для боли как там вообще чему-то выдать при таком уроне по суммарно получается один из лучших пиков сбалансированный все есть и магии физика и инициатор и спасей имеется подрыв нынешнее время вообще какая-то редкость last hero успевает награк успевает черт его знает как он успевает кстати скоро бы попробуем уже так потихонечку готовится к выходу замес да бкбшка нужно без бкбшки тяжеловато медосик работает у него хорошая игра 414 фарма старается забрать там где не бегает джаггернаут и что он спирит по шторма слабая игра да потому что он как-то пытается быть там нет противника но его постоянно ходит из-за бкб купить 0 и взять и нормально пользу какую-то принесет так нападение на дема а он один уходит не увидит но нечем сбить шторма нет шторм в миде в этот момент найдем получается спасся на хокоду нападать не хочется в мид нападение на бабку но как-то здесь не уверенно скажем так маника все удар не держит это просто жесть какая-то бкб имеется он тратить его не хочется его буквально сейчас слеп фаер там своими своим уроном можно забрать тир-2 снизу кстати для воплев хотя бы на фортификацию на развести вот дем поддавливает мид но основная группа героев идет вниз да 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 фортификацию но подходит еще одна пачка поэтому вышка упадет снизу лишак делает аганим хочет нигилизм заиметь посмелее вот они вычек увидят все дружно врываем пулемет а пулемет от снэпки гпк в миде уже под абадоном не дает пушить миска тер один товар миде все еще стоит неплохо заходит блок архангел ставят варка будто они хотят нападать вот тут гем это исключительно атакующего тут же падает этот вард подфидел вардом такой подфиживающий андаинг с тамбой и вардами что-то как-то так у нас началось что-то из серии там 9-7 прям слишком сливого все делают они они сейчас безусловно очень-очень сильны но они дали время шторму из ларду рода фарме два блоки м бар и теперь уже но ссоре есть хоть какие-то ауты в замесе хоть какие-то что до этого они там в целом бабка или шарик они вдвоем подвелом заливают всю команду если там нет бакенбаров но вот теперь они сами имеют вариант напасть на бабку или шарик не у нас тир два идут 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 да и могут кстати застать врасплох в п но вы понимаете что соперника на карте почему-то нет внезапно и перехватывать аванпост не лучшая идея они полностью правы перегруппироваться здесь и дк и для шака абадон все в позиции шнепфайр вообще в шикарной позиции откуда будет очень удобно закидывать ультимейт прочитали отошли здесь осторожность уже уместно на мой взгляд когда у врага 2 бкб да моя раз уж у нас вышка снизу упала то больше но ссоре здесь вообще не имеет никакого смысла находиться и нужно плавненько переходить наверх плавненько занимать свою троечку и быть готовыми дефать рошана в любой момент драфты такие что с обеих сторон рошан полет вообще мгновенно там что и на усторе забирает под коррозив хейзом мгновенно за счет сладора джиггернаута да и с другой стороны там рискинга уже имеется за трани этого рошаном при справа в принципе очень много урона до по вышкам так и порошану все одно все залетает и фаербол дк там все кучу поэтому вся игра это будут танцы на рошане кто забирает эггис тот естественно коня есть иллюзия на пуш как вариант одну иллюзию на центре оставить одну иллюзию вниз вообще отправить очень хотят вышку в миде взять ну потому что это вышка очень много дает на рошане но не хотят эти лоп-лоп они хотят это минус дать тяжело тяжело дать минус потому что в п все время на чеку и постоянно подпушивается верхняя линия сверху надо вышку пояснять если будет битва за рошана потому что в таком случае очень тяжело будет байбекаться и возвращаться на лишь а хочет добить себе аганим в к при этом забивает в к в по таймингу идеально будет аганим или шака бкб на в к еще бы дк бкб заиметь и вообще все отлично думаю скоро дыгран хорошо зелёдка уходим каут но есть бкб у себя в кбс готовимся к кулачному замесу вообще на история вот то их приветствует вариант чтобы они каким-то образом дожили до 25-го лава с ларнера чтобы корзив хейс нельзя будет снять и вот если корзив хейс нельзя будет снять то в этом раскладе джаггернаут будет себя прекрасно чувствовать и против флешевый против рискинга вот потому что сейчас ларда ну при сумможении в основном он просто станчик дает и все он как будто ты играешь без ульты если об одном все сделает правильно поэтому они выигрывают время по максимуму и даже несмотря на то что у них бакимбара есть они все равно вперед не лест они ждут они ждут лвлов и дальше будет попроще или 100 хп дк берет себе рамзе 2 ответ но стану не попадает здесь хотя лаккира даже не нажал баскинг бар ну выбили крест окей 130 секунд куда-то при этом рамзе с не 18 ла они видимо это тоже рассчитывается теперь он готов идти в драку мистик флэй раскатиться намного быстрее вскоросмага чем ультимейту рискинга и пока вот муссури все делают четенько они просто охраняют вот эту территорию со всех сторон стоит центре варды где-то псы на карте не жальничать потому что уже в п хорошо гангует у них там лишь обносит большое количество демджа и тут вообще как только бкб закончится бабка вместе с лешим уничтожат все нападение на слордар не успел и гилизмом жесть он разваливается нигилизмом как будто он из картона магический урон там нигилизм плюс вейл нигилизм вейл а вскоросмага и пугневич не хватает и там герою которых например ты 4000 хп они вот под всем этим просто улетаются в секу на самом деле магический урон вот мы часто его недооцениваем в лейте а ведь по большому счету от физики защититься попроще в том плане что ты можешь накупить себе бкб брони который будет работать всегда а магия как только бкб заканчивается практически никто себе резистов не покупает есть там антимаг да это редкий герой купит защиту виде хода в defiance и леший берет еще и шар теперь эти станы который будет постоянно обновляться тяжелая ситуация но у ссоре потому что их сейчас пойдут давить и такой пик который очень легко давит а там еще и шторма поймали до торма поймали он летит 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 телепортируется ему сбивают телепорт он умирает потому что здесь при этом тоже идет какая-то драка что в п и там убивают и тут убивают хакода при этом нажимает на ультимейт ну хакода убьют гембл не он гем видимо выложил на гемон выложила в итоге не запидел очень шикарный размер любая то есть просто лесах бегает по т3 забирает героев еще умудряется уйти да еще и как-то шторма не убили там шторм пожадничал на бкб видимо и решил уйти улететь так лесах на тпшки летел он кстати говоря прямо в драку если бы прилетел еще хороший вопрос он бы там вышел вообще или нет ли его тоже забрали да гем вижу с лордара видимо его пытался как-то абадон в курьере унести но курьер погиб в итоге гем все таки но ссори забирают это вот единственный минус вот этого выпада вообще не стоит заниматься такой фигнёй стоило просто пойти и спокойно сломать р2 в миде тир 2 сверху и с ультимейтом дк заходить как им вообще что-то сделать ну добить добить вот здесь еще герои вп они настолько крутые что они очень легко отпушивают лайны то есть например в дк чтобы отпушить линии ему не нужно там выходить бить этих крипов он просто выходит закидывает обилку шарда брэсфаер и все и ушел то же самое касается рискинга тут просто работяки ну по какой-то линии они отпушивают и все это приводит тому что ноу-стория крайне сложно кого-то загангать вот они сейчас пробежались а там никого нет там уже все герои ушли и в конечном итоге вот их прям в п заставляет драться 5 на 5 чего естественно делать не хочется вам пост надо бы забрать и у нас тори только один вариант это терпеть уже сейчас нужно ждать сто процентов когда выпадает и хотя бы один раз подраться 5 на 5 через мог надо попробовать хотя бы один раз потому что когда им заберут еще оставшиеся вышки они вообще ничего фармить не будут и тому же 25-ый левел стартера не поможет так как на торсы будут не панацея это вам не блэк холл с аганимом да и вот они выражены сами лишь рака там лишь рака ой но сейчас он о джаггер получает стану ходит сразу же лишь рак и vp окружает образована ссоре но ссоре окружены со всех сторон блок архангел наступает на стан шарда и получает кучу урона пошел от бабки ультимейт где-то уже сдох sky разбить его просто застрелила качественные зажимы наблюдаем блок архангел забыл что у лешего шарты там 2 стан появится хотя там видно на самом деле супер хрик от зажим план перехват план перехват на селедку селедку подстанет селедка пока вы нажимает селедка но тут ас а телепорта то нет и его просто дыка не отпустит в своей форме но он пытается ускориться пока башка заканчивается из блинка уходит нормально пока еще не так сильно замедляет происходит прям супер качественный зажим но ссоре старается хоть где-то подфармить но и хуже гоняет вот со своего треугольника до своего же вам поставки какие-то кроки достаются гернаут начинать тихонечку подфармливать но в по естественно формат всю карту у них дотки круто набираются на просу тем более вычеку по центру они тоже забирают целом стрежкой зайти бы потому что диаболиками т3 как минимум а фортика если нет а и без улешерка все еще имеется поэтому смело ставим и дамажем до нигилизма печенье чтобы просто отступить почти минус вышка да и теперь идем наверх перед тем как зайти наверх еще другой включая забираем всевозможный фарм опа баннер по трансляции остался представляешь дим венлайн даю до 10 тысяч рублей фрибет венлайн венлайн уже говорит что ну тут скорее всего все кбл надо думать о том как будет следующей игре потому что в пп все карты на руках вообще вот все что хотим то и делаем дем пошел пошел дем сразу же летит лишь а хватит ли здесь ну дем принимают урон пока и кстати грамм разваливает помощь нужна дали шаг поздновато сюда приходит правда sky 1 major он конечно сожжет sky 1 меньше погибает при этом погибает еще и зомби которого заодно замесил шторм шторм просто останавливает рамзеса ну скажем так дем не самый лучший размен на двух суппортов но и не самый плохой но история вообще любую размен устраивает учитывая что их месяц последние 6 вообще нигде ничего не могут сделать толком такого полезного поэтому убить дк для них уже достижение такой стадии игры понятно что небольшое большую вероятность и сейчас еще и бараки там зато стал да потому что жгернал без уйтемейта без уйтемейта гернаута этой стадии котенок добиваем барак у а можно еще и селедку добить вот это урон по селёдке селёдка моментально разваливается 73 секунды да неаккуратно сыграл ну что сказать преимущество vp то так такое уже вот действительно не совсем понятно как ну ссоре тут выберутся vp все контролируют и даже в теории непонятно слишком все плотно и по цели имеются да ну и джаггернаут который типа мэн керри на что мама уже за керри не считаем что мы же в этой игре он как какого-то саппорт напоминает смотреться да у лишь только 24 каната раз уж там 11 просто разница больше чем два раза то есть на герой который может хоть как-то постараться вытащить джаггернаут а джаггернаут такой дядька который здесь замес на миде саня уже ликует кстати хороший предик саня и легчайший да легчайший развал аналитиков тем временем сторону умер на миде да 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 то есть это такой лайнаем для джаггернаута что вот он нажимает мне слышно прыгать по драгонайту не особо хочется он танк в абадона прыгает тоже не в кайф лешек там поднимает себя в ул и в рискинка у которого два ульта то есть тут четыре героя которые вообще пуза узбили джаггернаута гпк смогут развалить поднимает себя в воздух гпк влечит хилинг пока забрали без байбэк 100 секунд рамзе следующий на очереди пока башку он потратил идет шторма месить идет разваливают и его и можно еще разок тут правда снэпфаер помогает на фармах можно кого-нибудь суппорта заберет минус рамзе с вон она вот она камбэчная пошло вы поддержали 34 минуты но все же фиганули я в досках пыли лох и пыли лось соляра еще я мечи перехватили потерпим потерпим а это минус 3 они зашли место чтобы бить базу там побежали за бараки бывают все мы живые люди но мы отмажем как можем это сам не так выгода так она есть да на фидели но вы были бы не в принципе не на фидели и мы не должны забывать какое это завета нашего региона до нашего истоки тир один вышка на 35 минуте наконец-то она падает шторм отпушивает кто-то там суши ну сил в теории теперь может быть что-то 0 и файрус появился уже лучше лешнику будет посложнее уже и улучшать против джагера и селёдка там по моему следать довольно-таки близко к двадцатому левому вроде как я бы глянул вообще как там все дела у селёдки да у селёдки что-то наше самое важное 21 да 21 нормально качается качается купить кирасу будет еще висеть коррозию в хейс еще сама по себе селёдка довольно-таки нормально валивается с таким этим и очень важен для на устройстве следующий рошан рошан кстати стоит и вот прямо сейчас нужно улынить варшана поехали в коем случае нельзя давать айгистэш а эта игра интересная становится реально успевают забрать но это из-за одного закидона тут из-за одного закидона vp прям реально усложнил для себя геймплей уфа и аганимчик для дрима и айгит для дрима и сыр и посмотри вот какая разница по натворцам буквально сколько там минут три назад там разница была где-то в 17-18 кариба глянулся на графике панетерсом точнее по голде по голде там было просто бешеная разница по фарму и вот теперь вот теперь всего лишь 5000 у по это при том что у на уссоре еще айгист сыр ну аганим с рошана дает 6 тысяч или 6 2 нормально нормально дает нормально много дает но интересно интересно такая вот казалось бы бесшансовая один закидован и вот пожалуйста шансы появляются все равно конечно тяжко потому что в в принципе очень сильный дк с аганимом оделся у него прям ну дк с аганимом это уже сильно лишь рак тоже очень много всего и вк одетый но джаггер 29000 имеет шанс какие-то вообще так смотрел лишь рак мягенький у него брони мало если ему дать коррозию в хейс у него после 20 брони останется четыре еще добавляем кирасу на не купил на брони да и там прям джаггернаут визжает как нож сквозь масло это напомню что джаггернаут очень скоро будет нули fire поэтому какие улы не сработают и у джаггернаута есть реальный шанс вырубить лешего а если лешего вырубить первым минус самый сильный дамагер и там уже один рискинг может не потащить поэтому сейчас в п нужно играть очень аккуратно так как там там и что кстати потихонечку камбэк до шторму опять же ему не так много надо вот он аганим взял у него бы кого есть и в принципе все нормально является вещички да и сейчас у нас очень хорошая позиция очень хорошая позиция они отпушили лайны вот они начинают занимать вражеский лес поставили хоть один нового арт все-таки там стоит в б прекрасно понимают что одна драка и такт против кто же быстро ломает базу там уже суперсильный суперсильный джаггернаут 31 конетверса поэтому стоят стоит на позиции такой и улы такой но против нули фаера не такой не такой не сработает нули фаер здесь очень хорошее решение все убиваем шмотки на скетти кэп на рамзес долгое время снизу находился но вы просто проще переждать час даже пусть несколько тысяч они отдадут сопернику против айегиса лезть очень страшно да тут еще и шторм который собирает все руны и селедка с night vision вот она там будет бегать она очень хороший инициатор вот с этим night vision особенно глубоком лейте селедка уже 22 сейчас вот в п мы видим выходе базы немножечко рискует и это шанс для носа на на варде на варде было видно сейчас может может начаться пошел в гпк врыв гпк очень сильно просчитает нажимает 1 2 100 секунд без байбека погибает нули фаер решает все вопросы дим под лотусом спасается тем временем проблем есть у шторма но никаких проблемах на самом деле нет можно просто отступить dream идет в атаку а вот конечно 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 гернаут заходит ставят палочку ломает базу как его там подловили то он прыгнул на зомбаря но зомбаря общение вот такой знаешь вот он видимо думает так то там же гернаут он нажмет у меня слыша я нажму и улы все будет красиво он нажимает и у а там нулевая и он красиво падает да у него он причем пытался и шторм крафтером что-то сделать работа и вот сейчас на истории возможно даже и не предполагают что у лешерка нет байбека если бы они знали что у лешерка нет байбек это был идеальный расклад для захода потому что без ульта бабки без снова лешерка там очень мало дамы что там если кто дамажит это в риски но они как-то они просто разбежались как-то лежали до ибо все-таки проверить то есть вот еще у них есть там где-то 40 секунд для 20 секунд сейчас например сходить куда-нибудь но они это не они прямо играют глухую оборону интересно как теперь будет гпк действовать понимая что у соперника на лифаер то его ничто не спасает ну я просто покупал броню чем больше брони тем лучше ну я к тому что может быть рамза стоит вперед отправлять не его тоже безусловно на помню что да на бараках произошел закидон вот смотри когда на бараках произошел закидон там все началось того что гпк пошел вперед на лешерки его моментально средства там тем временем атака на шторма но нечем продлить тем потратил ультимейт кстати говоря но появляется лишь раз после падения этой вышки можно сказать что по золоту преимущества больше нет а сыр остался а сыр остался сыр еще пригодится и книжка для селедки селедка то все ближе и своими дастом там уже на 23 а то и 24 а после книжки уже и 25 не за горами такое на такой стадии нужно сделать правило вот если ты играешь там слон вариант просто на всякий случай для команды так мужики при таком раскладе если кто-то заберет у с лордера книжку будет кикнуть команды сразу после матча или мы найдем замену там потому что здесь нужно все давать вынужден будет написать заявление по да 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 все все волны крипов ему нужно оставить абсолютно все и вот после 25 левел а потом превращается в юзалис героя потому что там уже коррозив хейс не снимается он стабильно висит вы видели как лешерок падает от умни слэша а это на нем еще не не висела коррозив хейс а с коррозив хейсом там вообще там джиггернаут его за свист слэш будет разваливать да и нужно будет придумывать что-то другое пауза ризан а ну-ка быстро написали причину пауза и соня погрустнее он такой зашел как только зашел станет принципе заливочкой началась чё там из из использовала весь фрибет на вопе и теперь все покажите нам графики по галде вот я бы глянул как там вообще по галде так видишь этот прыжок общего за три минуты они почти все отыграли вот три минуты и это супер камбэк это великая гора виртус про да да мы это увидели мы прекрасно меня просто я бы посмотрел на общее не на одном же гернауте мир сошелся то есть какой процент вот победы например был на уссоре когда вопы лидировал 17000 давайте глянем какой процент был процент победы там там навести нет сейчас это понятно а на них до сих пор до 50 процентов 95 на 5 до был до 100 5 раз 59 на то что на выпадают 59 процентов винрейт это это дозу дает это дота роботы дота врет дота вас обманывает не верьте ра ра бен под какой сидит там робот посыльный со многими другими функциями и дергает за рычажки выставляете эти проценты непонятные подкруточка о релик на велик это стиль релик от ну тупо и сейчас хороший момент продать смог и здесь где-то до подра я подумал что это хорошая игра для 60 минут вот она ну мы в конце концов сидим коменте здесь ну да не просто же так это все немножко мид кушится надо вернуться ванта просто хорошая хорошая игра хорошая там с камбэками скобочка заливочный этот на самом деле так подумал камбэк и заливочный это одно и то же если один камбэк и второй заливает если 2 заливает на 4 камбэк это да это древнеславянская мудрость мы тут с александром были в одном заведении там в уборной просто нон-стоп были какие-то изречения но что-то из серии талант безусердия это как фейерверк быстро вспыхивает но потом ничего не остается делай добро с трудом вот я думаю из этой серии можно разбирать там где камбэк там и заливка гпк опять 1 и тут уже так гпк рейспакт кстати появился довольно сильная вещь который игнорировали на протяжении долгого времени так там зас увидели гпк пошел селедку никто не даст коррозе в хейсе если он умрет и он умирает 100 секунд без байбека и там дем еще на перехвате гпк напал сам в этот момент закрутили на такову бабку закрутили и тут сейчас джаггернаут пошел раз два три четыре пять шесть семь в кого в кого урон расплетился в итоге хакода живет джаггернаут выбили реинкарнацию звука джаггернаут начинает драться дальше с рейскингом пытается микрить иллюзиями микрит иллюзиями тем временем шторм погибает от лишака дрим пытается убежать бежит бежит летит дрим дрим с блинка уходит живет жив цел файзи прожал свист флеш на крипов о какой мастер игры и подфармить и подфармить каков гпк а мы не предусмотрели этот вариант что он найдет сам селедку ну тот кто круче ворвется тот и развалит драка 54 мудрость видно что джаггернауту не хватает демиджа без коррозив хейсов видно что прям вот он там вроде бы пьет вроде бы все стоят в куче у него даже battle fury а все равно умерла одна бабка зависть за место одна бабка погибших чтобы убить это это же не медуза все таки да я короче каюсь вот и плюс вас не обманывала все она она видимо читала наперед она видела на этот это возможность что гпк пойдет и ну гпк стоит отдать должное то что ну так сам решает и кекс во первых во вторых он гем нашел чего лето x решает но еще вот шансы мусори есть они сейчас не очень удачно подрались но хорошо что рошан не появился хорошо что рошан не появился хотя вот появится но пока этот первый таймер тоже ну ты вот если все вертится вокруг ульта с лордара ему нельзя идти ромда тут очень важный момент что с лордара нельзя идти первым потому что во первых его команда находилась далеко вторых видно что если он падает то там вообще беда-беда дкс мкб кстати кстати у нас слишком маленький по итогу я так понимаю прокнул таймер на рошан а пока об этом не знают но участвую на соре будет шанс просто появится продать смог и пойти т.д. лежит прям под рошпитом ну с д.д. рошан упадет и сейчас зачекают они идут видят д.д. сразу естественно идут человек это рошана нет не чекают я кто-то дем 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 пингуют дмитрий такие такое таких не отпускают а он еще и вход он забрал кстати говоря т.д. д.д. ну дкс д.д. тоже можно будет разваливать и посмотри сейчас на преимущество кто-то сейчас заберет аганим а представляешь я придумал я придумал план контру вообще всего и вся если рамзе сейчас заберет аганим то лишака будет не убить о его труп вот этот вот с реинкарнации оставшийся он будет выжигать все успевать до того как умрет и так и есть и они по сути отдают ему потому что больше некому но кстати есть еще вариант абадону например отдать и они отдали абадону до абадон это тоже жесткий захилл у абадона невероятно мощный захилл под аганимом сейчас ультимативный 20к на лице с сыром рефрешером эггис пошли дема ой 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 как же больно дему но он успевает реагировать прожимать то ли сыр то ли что-то его там закидываю дем все еще жив невероятная прочность от драгон на это кекс получает джиггернау джаггера бьют джаггер выходит из кекса начинает раздавать как вода как вода погибает dream идет дальше dream как же больно dream отхиливает его зомби dream все-таки погибает рамза забирает его но тут же байбек также байбек и цион зомби нереальный плотничь зомби зомби живет захиливается на развал рамзеса забирают 100 секунд без лишрака рамзес рамзес хочет хотя бы зомбаря попытаться одолеть это жесть покажите хп анданга покажите хп анданга мне просто интересно сколько он там хп себе набрал то есть 3000 то есть его бил выискинг его бил лящерова они просто все валивали в этом анданга и он еще мудрился выжить по урону урону тоже было бы там файд река глянуть как там вообще файд река кто кого бил кто что нажал нормальная штука этот файд ребят нас еще рано вот это уже под коррозив хейз это уже прям видно 15000 коррозив хейз повесила понятное дело что всю славу забирает джаггернаут у кому-то славу забирать вот он и забрал не нормальная нормальная тема мне понравилось как дем развалился ему не помог не коррозив хейз не сыр и джаггернаута о не ульт этого абадона ничего там еще дебафская рассмак там нормально так и что теперь теперь придется отдавать мид более того до 40 секунд лишь там нет это пощупать этот байбек вот они просто раз не пощупали это была ошибка участку любому надо пощупать просто понимаешь джаггер тоже нет байбека и он не до джаггерка его очень сложно один рискинг и не потянет в смысле столько брони 56 многовато для рискинга не потянет рискинг и для шарка кстати у вк еще шар остается но вообще аганим на вк реальная тема я рекомендую задуматься такой ситуации можно будет много полезного сделать героям которые умрут и останутся их копия особенно в случае с лишь руководом лейте аганим на рука это супер топовая тема помнишь помнишь была эта шмотка которая дал вам дань да и и и сразу убрали с доты она была тир-2 аганим на вк который по сути убрал в п так как аганим о фан дайвинг на всех героях в п да почему почему не взять аганим странно но есть еще более полезная вещь называется байбек на лешаке которую тоже можно зафармить тем более мы не хватает всего на все 540 монет байбеке классная штука он пытается пытается зафармить 28 лавок стать и ему отдали репрожит ли так как будто он не будет форме ну надо надо 300 монет это просто два компа забрать да вот ему оставляют оставляю но теперь по сути вся игра для но ссоре это просто раз кликнуть флешка в лешерка из баб где-то там издалека свой тима это выдаст но он уже не такой сильный потому что там герой бегают у них там половины по 3000 хп в районе 3000 хп в риски их делает демидж да но не так много он дает демиджи силовик гпк куда-то побежал гпк гпк куда-то побежал без байбек просто ретли гпк с байбеком ладно понесся на лосе взбесившимся смог прожимается рамзес идет вперед да вот на рамзеса нападать не хочет все-таки реинкарнация штука откатывающая быстро и обходят обходят дем дем тут же находятся в зомби выкрутаться в зомби дем куда-то испарился что произошло с демом непонятно и лишак тоже прыгает лишака сейчас можно попытаться забрать лишаку дают печенье лишак живет вот он слишком поздно лишак погибает байбек у него есть байбек на сюжете им нужно срочно возвращаться сюда рамзес рамзес погибает очень быстро байбек и цельный шаг летит летит в драку тем временем абадон пытается как-то подбежать но он он замедлен очень сильно рамзес дерется до конца рамзик рамзик погибает байбека нет абадона байбека нет 2000 что-то купил себе рамзес и умер без байбека но как-то так как тогда и теперь байбеки потрачены до свит блин себе купил и теперь байбеки потрачены и куда идут мусори ноусори сторону идут последнюю забирать походу по надежному вот это мясо да ну тут уже все герои раскачались все это дело раскрывается на всей красе там скоро смак который герой убивает за мистик флэер когда там на фулману скастовывает декабря с руки да дк он вроде бы дк да но король за входе вообще не один герой ловит селедку да ловит селедку и шторм линку повесил на слордара какой красавчик слордару отражать бкб или широка убивают после байбека да легенькая на и теперь трех байбеков нет 40 секунд и за 40 секунд сторона должна будет упасть а вместе с ней и трон вот это поворот качка хорошо уж прям гранд-финал тут уже чувствуется борьба за всех сил но волевых ребятки нас таким преимуществом в п были казалось бы игра уже сделано но теперь все все понимают что лишь окать мне кажется но ссори сами не могут поверить своему счастью аккуратно аккуратно вот этим вот дальше прикрылся вот и в нынешнее время что сейчас там буквально одна ошибка особенно вот это вот когда да они поднимаются на хайграунд без за гиги 100 некоторые вообще без байбеков зомби диск давай досмотрим сейчас ласкира врывается тем очень больно как же не успевает абадон закиливать со своим аганимом дема да я думаю это было вообще мне кажется много было ошибок от в п но в том числе аганим на абадона сработал не так надежно как тот же шмотки вот там много выложили все шмот ой-ой-ой пошла посадушка короче там очень много моментов есть и вот ключевое да это когда ты поднимаешь на русских хайграунд а байбеков у тебя нет а там еще рошан стоит которого они забирают за пару секунд вот это вот жадность закончить побоя побыстрее на 3-4 минуты раньше она приводит тому что но у суриком бэкует они отыграли сколько там где-то 14 к не отыграли буквально за три минуты за три минуты я бы сказал что если описывать пары слов девиз этой игры коль уж мы продолжаем цитатами сыпать одна ошибка это ошибся по факту так и произошло но серьезно что мешало тебе более аккуратно сыграть и забрать последнюю сторону и выиграть игру сами виноваты сами втянули себя в этой а там уже такая ситуация что то столько берст урона залетает что не выживает никто полностью согласен с владимиром очень странное решение дать аганима абадону я бы точно отдавал рискингу хотя бы по той причине что ты все равно умираешь каждой драке но ты надежнее ты не можешь спастись от фокуса в себя в себя то есть в любом случае умрешь но по крайней мере ты поживешь там несколько секунд и выдашь свои способности тот же драгонайт условно который идет вперед при заходе на хг даже если его стира стирает он успеет там выдать стан что там наплевать огнем там еще что-то накидать очень какую-то пользу внесет а так ты просто умираешь и все не успев ничего сделать поэтому аганим смотрелся бы поинтереснее на вк как по мне это наверное вот ну такое же дополнение просто да ну интересная карточка конечно очень интересно что там будет дальше у наших ребяток как они следующую карту разберут но об этой мы уже очень много сказали с димой да я думаю что вам стоит отдохнуть у нас как раз таки замечательно пара комментаторов которые врываются студии прямо сейчас я уважать на пара комментаторов уходят из студии аналитики аналитиков конечно же да я думаю что смайлу ёжику есть что рассказать о этой карте потому что карта у нас получилось очень насыщенный карта получилось просто прекрасная конечно особенно начало этой игры было для virtus pro начало было вы хорошего гпк ходит солид там просто вообще не чувствует никого и все вот перевернулась максимально конечно при заходе на хайграунд на вторую сторону на соответственно нижний лайн но и до этого момента было очень много таких микро каких-то зацепок за которые на ссоре цеплялись все-таки какие но по крайней мере вот файты проходят таким образом что у вас джаггер который в любом случае становится все сильнее то есть смотри у тебя лишь сейчас на топ-1 от ворса но джаггер далеко не отстает джаггер это один из самых сильных лейтовых керри в принципе за счет того что он постоянно либо в крутилке либо в свой слэш и либо он не слышит и за счет того что у него очень крутой прирост статов идет и очень крутые таланты на двадцать пятом левеле который к 30-му докачиваются оба и этот герой становится просто невыносимым каким-то но здесь у нас ссоре очень сильно страдал что на спирит то есть всю игру шторм вот у него меньше 10 канетворца и вот этот заход это что-то супер странное от вп у вас гпк у которого нет аегиса почему-то идет первый вообще зачем вы здесь деретесь вы можете отойти регрупнуться влететь атаковать первыми в соперников и тогда у вас пойдет получше потому что если инициирует файт любой но ссоре они этот файт должны выигрывать за счет против хейза вот в этом моменте будь агоним наличию в рейс кинга даже если вы теряете драга на это условно вы теряете ну и не только драга на это абадона вы терять теряйте решака неважно кого любого героя он все еще продолжает жить он все еще продолжает наносить урон раскидывать способности направо и налево и так далее он продолжает быть полезным агоним на абадоне но я бы не сказал что он стены здесь зарешал пальцы как они состояние сообщает жесть то есть как живет он дайн как них от его просто как живет джаггер но собственно я вот чему и вел странное решение конечно с этим агонимом тощи вся игра мусоре должна была построена быть так у них вот наш первый звоночек флордар все классно на линии он там делает столов даблкил в один прекрасный момент потеря один товаром и он делает колл своей команде ребята я собираю миддас соответственно что тебе нужно тебе не нужно принимать драки 5 на 5 против ульты века и против алишака который имеет классный старт под абадоном который на котором стены 40 тебе нужно максимально сплетушить максимально где-то делать пиков и где это возможно если то что вы начинает бегать вместе они начинают бегать вместе под деболик и под там какой-то армлет дизолятора на вк они начинают забирать товара соответственно как видишь что если в п где-то далеко моментально берешь барыша на под коробе фейс или просто контролируешь его можно даже 1 рошан отдать если вы по туда сами придут просто плит пульс забирая по максимум товара потому что все товара они добрали на камбэке вот в этом лейте соответственно у тебя был бы и шторм более расформленной потому что у него очень долго артефакты не появлялись он этот балкин бар еле вымучил потом он опять же оставил огромное количество там денег на этот байбэк там гоним у него там чуть ли не поздно появился что там кто-то лет линкунку это да собрал чем они прижались к базе они начали бояться они начали бояться единственного дк который те мог там нормально поймать потому что у того же лешака кто тебя может нормально ловить это дк ну или шаг через юл да если там нет каких-то фактов но опять же эти герои все у тебя не окажутся по всем по всей карте потому что они бегают вместе соответственно просто плит пуш бега если кто-то будет умирать другие зоны будет выфармливать они просто стоят на базе и ждут пока вот к одному тауру подойдут ко второму тауру подойдут сносят тир-2 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 тебя прижимают и жесткий перефарм понят дела у пп появляется шторм не играет хотя тебе просто нужно выходить в лейт есть медас на слордаре вон раз фармится да тебе нужно дождаться блэкен баров опять же с лордар это стран это самая страшная сила в этом пике это не как бы не джиггернаут не шторм это с лордар потому что если он выйдет в лейт дорастет до 25 уровня тебе вообще ничего не спасает уже тебя джиггернаут начинает одно одно одним ультимейтом прибивать там бешеный какой-то урон наносить еще посмотрим как раз демиже джиггернаут был уже по-моему был в разы большего мне вообще показался здесь в рейс кинг в целом довольно слабым выбором как керри персонаж для там за любой керри персонаж когда есть лордар он слабый ну любой любой керри перс это понятно я просто смотрю по количеству нанесенного урона с одной стороны с другой ты понимаешь что навыка даже близко не стоит джиггернаутом по дэмоджу ну там там 2к разве хейза джиггернаутом практически x3 разница в уроне чтоб ты понимал слишком большая что шоу любой керри там не знаю мидер керри там не знаю там пларка без разницы керри с первой позиции со второй позиции если у тебя есть лордар он всегда будет носить тонну дэмэджа особенно в лыте на 25 примерно так и получилось ну что ж я думаю что эта карта может сейчас стать серьезным испытанием для обеих команд сразу потому что во первых это нереальный буст по морали сейчас должен быть для команды на уссоре потому что я уверен что в какой-то момент они же извиняюсь шмотки выложили все да там три четыре шмотка лежала шел в этот весь фонтан шмотка шел в этот в этом в этом плане все хорошо да и с другой стороны это может быть небольшой минус морали для virtus pro но virtus pro опытные ребята поэтому я верю что они наверное не просяду сильно но вот то что но уссоре будут после этой карты на нереальный плюс морали заряжены я уверен точно а как это будет на самом деле так или нет мы узнаем позже чуть после небольшой рекламной паузы никуда не переключайтесь впереди все самое интересное